Вы смотрите урок по Joomla 4. Меня зовут Федор Васильев. Тема урока вкладка система. Рассмотрим блок информация о системе. Первая ссылка предупреждения. На этой странице будут отображаться все предупреждения, связанные с расширениями, которые вы установили в Joomla. Здесь могут отображаться такие предупреждения, как возможные конфликты в вашей установке или сбоя зависимостей. Следующая ссылка сообщения после установки. То есть имеется в виду после того, как вы развернули сайт на Joomla впервые на вашем хостинге или локальном сервере. Четыре сообщения. Также они показываются вот здесь. Эта кнопка по сути то же самое, что и эта ссылка. Отсюда можно отключить вывод этой кнопки. Это выводится модулем, которым мы рассмотрели ранее в уроках. То есть перейдя по этой ссылке или перейдя по этой кнопке мы попадем на одну и ту же страницу. И здесь полезно почитать, так как тут на русском. Как раз то, что мы уже проходили блокировки и другие сообщения, которые пришли после установки Joomla. Когда вы совсем ознакомились, чтобы здесь колокольчик не мозолил глаза, что есть непрочитанное сообщение, можно нажать на кнопку скрыть все сообщения. Здесь сообщения будут появляться вновь, когда вы обновите Joomla до новой версии. Если в Joomla есть что рассказать, здесь в уведомлениях появится новая информация о том, например, что Joomla сделала. Какие-то нововведения и так далее. Как только мы скрыли все уведомления, отсюда кнопка тоже автоматически исчезает. А здесь статус сообщения просмотрена. Зеленая галочка, нету сообщений для чтения. Следующая ссылка информация о системе. Это полезная ссылка, в которой мы с вами уже были именно на вкладке права доступа на каталоге, когда с вами переезжали с open-сервера, с локального компьютера, на хостинг. Здесь просто информация о сервере вашем, PHP и так далее. Всю информацию можно скачать в формате текста, кликнув на эту кнопку, или скачать в формате JSON. Следующий блок – обновление. Стоят зеленые галочки напротив Joomla и расширения. Здесь просто информация о том, что пока обновлений нет. То есть на этой странице обновления Joomla будут показаны. Иногда действует кэш. Можно нажать на кнопку «Проверить обновления». Если обновления действительно есть, то они будут здесь показаны. Проверка. Наличие обновлений выполнено. Обновлений здесь нет. Также здесь есть ссылки. Внешняя ссылка подробнее. На английском идет. Документация по данному инструменту. Переустановить файлы. Можно перейти по кнопке. И запускается процесс обновления Joomla. То есть переустановка Joomla. В каких-то случаях это нужно выполнить. То есть это не обновление до новой версии. У меня последняя актуальная версия 4.02. Во время обновления или еще в каких-то моментах произошли сбои. И при обновлении Joomla, естественно, да. Здесь можно нажать на кнопку и сделать, так сказать, обновление еще раз. Обновить вручную с помощью пакета обновлений. Ссылка ведущая просто на страницу, куда можно загрузить скаченный пакет, например, с официального сайта. И обновить Joomla вручную. Также здесь есть кнопка настройки, где у нас выбрана сервер обновлений. То есть откуда будет обновляться Joomla. Стоит по умолчанию. В принципе здесь менять это не нужно. Мы это рассматривали, когда был урок про миграцию с Joomla. Там я выбирал Joomla Next, чтобы перейти с Joomla 3 на Joomla 4. Тоже самая ссылка в этом блоке расширения. Это обновление установленных, например, сторонних расширений. Также есть кнопка проверить обновления и аналогичные кнопки. Дальше серверы обновлений. Если у вас все работает корректно, здесь не нужно ничего делать. Здесь находится список сайтов, с которых Joomla расширения можно обновлять в режиме онлайн. Можно, например, перейти по заголовку. Во внутренней странице. Увидеть ссылку на update.joomla.org. По сути можно перейти даже на эту страницу. Сервер обновлений. Откуда происходит обновление. Рассмотрим модуль группы и доступы. Но как рассмотрим? Опять же посмотрим, ознакомимся. Но на практике, я считаю, лучше всего посмотреть, как работают в Joomla группы пользователей и уровень доступа, когда мы будем разбирать уроки по пользователям сайта. То есть это регистрация новых пользователей, взаимодействие между пользователями и так далее. Ссылка группы пользователей показывает по умолчанию, какие пользователи работают, существуют в Joomla. Мы с вами уже тоже касались этого. Здесь вы можете видеть, в какой группе пользователей сколько людей входит. То есть у меня чистый сайт, все по нулям. И вот один человек, это я. В группе SuperUser с максимальными правами. Если я кликну по единичке, я попадаю на страницу списка пользователей. Потому что администраторов же может быть много, не один человек на сайте. Здесь вы можете создать свою собственную, со своим названием, группу пользователей и придать ей родительскую группу. Это вот все мы будем подробно на практике смотреть в следующих видео. Следующее. Уровни доступа. Тоже разбиты. Видите, как на публичный, гости, регистратор, специальный и SuperUser. Если зайдем, например, в публичный, здесь заголовок, а здесь к какой группе относится уровень доступа. Следующая ссылка «Права доступа». Это на самом деле дублирующая ссылка в общие настройки. Вы видите это здесь. То, что мы с вами уже касались. Здесь тоже можно настроить детально для каждой группы свои права. То есть это дублирующая ссылка. Мы с вами ранее это проходили. Система общей настройки. Вот она, «Права доступа». Та же самая ссылка. И последняя здесь ссылка «Фильтры текста». Тоже дублирующая ссылка в общих настройках, которые мы с вами частично касались в прошлых видео и детально затронем в следующих видео. На этом урок закончен. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!